Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. 7 миллиардов на выплаты детям. Из федерального бюджета Дагестан получил новые деньги. Гулял по улицам 1. Росгвардейцы нашли потерявшегося трехлетнего малыша. Надежда на возрождение к обмелевшему озеру в Дагестане проведут водопровод. В избирбаши сотрудники полиции нашли потерявшегося трехлетнего ребенка. Получив ориентировку о том, что пропал малыш, Росгвардейцы выехали на поиски и обнаружили его идущего по проезжей части без сопровождения взрослых. Во время беседы с сотрудниками вне ведомственной охраны мальчик сказал, что потерялся. Главный врач из Бирбашской центральной больницы стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, главврач в нарушении закона о контрактной системе без объявления торгов и аукционов в 2015-2017 заключил договор о аренде транспортного средства без экипажа с местной жительницей и установил арендную плату 35 тысяч рублей в месяц. По мнению следователей, незаконные действия причинили ущерб из Бирбашской больницы в размере, превышающем 800 тысяч рублей. Дагестан получил в этом году около 7 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития региона. На сегодняшний день республике выделено более 13 миллиардов на осуществление выдачи пособий детям в рамках данной возрастной категории. Указанные выплаты уже назначены 85 тысячам семей. По прогнозам Минтруда, в течение ближайших месяцев выделенные республики средства будут освоены. Напомним, с 1 января 2020 года Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, выплаты на ребенка смогут получить семьи, в которых предыдущий среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум, а сама выплата составит 50% от этой суммы. Министр экономики Дагестана Гаджи Султанов призвал предпринимателей принять участие в госпрограмме развития горной зоны. Обращение глава ведомства разместил на своей официальной странице в Инстаграм. Он сообщил, что в республике реализуется государственная программа социально-экономическое развитие горных территорий, основная задача которой – создание дополнительных рабочих мест. Участие в программе – это возможность получить реальную господдержку. В частности, государство готово субсидировать половину затрат инвесторов и предпринимателей на создание небольших производств, обустройство небольших овощей и фруктохранилищ, строительство малогабаритных теплиц, а также затраты личных подсобных хозяйств на приобретение малогабаритной техники. Прием заявок осуществляется как в самом Министерстве экономики, так и во всех филиалах МФЦ. Власти Махачкалы подведут водовод для заполнения водой обмелевшего озера Ак-Гель. К спасению водоема подключились неравнодушные люди, готовые финансировать спасение озера. В течение ближайшей недели будет завершена проектно-сметная документация по строительству конструкции и определены подрядные организации для возведения водовода. Планируется, что его прокладка позволит восстановить уровень воды в озере. Объемы подачи воды не повлияют на водоснабжение соседних территорий. Контролировать процесс восстановления озера будет специально созданная рабочая группа. Дистанционное обучение. Для кого-то благо и современный образовательный формат, а для других – ломка традиции. Пандемия уравняла сторонников и противников такой практики, ибо не оставила никакого выбора и вынужденно усадила по разные стороны мониторов, сторонников и противников такой очно-заочной формы обучения. Каким опытом, новым опытом обогатился онлайн-формат за время пандемической практики и каковы перспективы развития этой формы обучения узнавали наши корреспонденты. Новые карантинные меры и дистанционное обучение в школах в конце сентября. Правдивы ли эти настойчивые слухи? Подобные домыслы распространяются в последнее время в интернет-пространстве. Будто бы грядет вторая волна заболеваемости, которая вновь переведет школы на дистанционку. Опасения есть до сих пор, что может быть закроют, опять будет дистанционно. Это волнует, конечно, очень тяжело. Школа вообще онлайн будет или пойдут? У меня первый класс, внук. Так что я даже не знаю, пойдет он в школу, не пойдет. Я не хочу в школу. Ну, здрасте. Почему? Нет, нет. Дома лучше. Ты хочешь на онлайн обучение? Всегда. Есть риск? Ну, а что тебе вообще делать? Другого выхода нет. Нету, нету, да. Официально никто ничего не объявлял. А так, я думаю, учитывая, что больных сейчас каждый день становится больше, и в центральной больнице, и в первой городской больнице уже новые отделения открывают. Родители, которые оказались между слухами и реальностью, как между молотом и наковальной, уже не верят никому и на всякий случай готовятся к новой дистанционке. Как говорится, готовы учиться по старинке до первого чиха, а потом, может, и снова по домам. Судя по динамике прироста больных COVID-19, статистика только подливает масло в огонь сомнений. Кроме того, помимо коронавирусной угрозы предрекают еще и приход новых штаммов гриппа. А вот статистика опроса, проведенного популярным дагестанским еженедельником. Цифры говорят о том, как люди представляют себе планы на осень в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, какие меры следовало бы предпринять при неблагоприятном сценарии развития событий. Так вот, большинство из голосовавших за закрытие школ, переходное дистанционное обучение и соблюдение строгого режима. А 78% и вовсе предрекают, что новой волны дистанционки не миновать. Сразу после начала пандемии случился тотальный переход на онлайн-обучение. Многие из родителей не были к такому готовы, так как понятия не имели, что это и как справиться самостоятельно с таким объемом задач. Во время карантина общеобразовательная школа Дом Знаний успела применить свой наработанный опыт дистанционного обучения с 20 тысячами ребят, причем бесплатно. Из-за непонимания в классических школах процесса дистанционного обучения столкнулись люди с тем, что образование проходило, грубо говоря, в мессенджерах. В этой связи наша школа Дом Знаний, приняв к себе около 21 тысячи учеников со всего Дагестана, показали процесс, как он в принципе должен происходить. Здесь, в онлайн-школе Дом Знаний, ученики могут присутствовать на уроках в режиме реального времени, не выходя из дома, находясь на связи с квалифицированными педагогами. Большим преимуществом такого обучения является то, что родителям не нужно обучать детей собственными силами или нанимать репетиторов, которые не всегда обходятся дешево и результативность их тоже подчас спорна. Определяется как раз-таки траектория развития, психолог проводит собеседование с ребенком и, естественно, каждую четверть получают родители отчет от психолога, от педагогов, где рассказывается о том, насколько эффективно он освоил программу за текущий период времени и на что следует обратить внимание, то есть рекомендации со стороны наших специалистов. По мнению специалистов, онлайн-школа важной составляющей в работе с ребенком является грамотная психологическая работа. Такой подход может вовлечь и в обучение даже не очень мотивированных детей. Уделяется тотальное внимание ребенку в этот момент. Не только ребенок, в любом случае человек тоже чувствует, я нужен, я есть и мне уделяется это внимание. Когда педагог вот это время уделяет именно этому ребенку, ребенок растет в это время, потому что ребенок может развиваться только в атмосфере доброжелательности, любви и получает такое качественное внимание, чего часто в обычной школе он бывает лишен. Для знакомства со своими методиками онлайн-школа Дом знаний предлагают поучаствовать в бесплатном недельном курсе обучения с лучшими педагогами, причем по всем предметам. После чего по запросам учеников составляется индивидуальная программа и начинается комплексное обучение. Еще одним преимуществом такого формата является то, что дети имеют возможность правильно организовать свое время и освобождать вечера для прогулок или дополнительных занятий по интересам. Любой зарегистрированный пользователь неделю получает бесплатное обучение согласно той системе регистрации, которую он захочет. Либо это по предметам обучения, либо обучение без зачисления, когда ребенок может совмещать обучение в классической школе и у нас, используя нашу платформу для того, чтобы улучшить свои знания. Или же полное зачисление с передачей документов, собственно говоря, в наше видение. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Дагестане депутата штрафован на 120 тысяч за жестокое обращение с Беркутом. Наказание в виде судебного штрафа назначено чиновнику из Куракского района. В соцсетях ранее было опубликовано нашумевшее видео, в котором мужчина сначала наносит удар птице по голове металлической трубой, снимая процесс на камеру мобильного телефона. После этого он просит сына продолжить издевательство над птицей. Ролик вызвал большой общественный резонанс и МВД организовало проверку. По словам депутата, Беркут попал к нему случайно, угодив в капкан, который он установил у себя в огороде. Свою вину в совершении преступления мужчина полностью признал из личных средств. На рекламных плакатах он разместил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными и об уголовной ответственности за совершение подобных действий. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин